Пропал человек, ищем. Посмотрите, пожалуйста, он уже несколько дней как пропал, может быть, заходил к вам. Они не могут пройти мимо чужой беды и добрые дела совершают не от случая к случаю, а каждый день совершенно бескорыстно. Проект «Другие» рассказывает о волонтерах из разных сфер, тех, кто заботится о культурных памятниках, элементарно расчищая их от мусора, и тех, кто знает, как правильно от него избавиться, тем самым не допуская загрязнения города. О, привет! Так тебя не проверяю. Тебя знаю. Вот это же тоже есть. Да, да, да. Да, это тоже четверка, Кость. И зип-пакеты. И зип-пакеты сюда же. Вот написано, да, что разлотаем. Да, 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 вот этот нельзя. Другие – это волонтеры, которые помогают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию самым малым, например, едой. Да, покупают продукты, готовят обеды и отдают. Просто так. А есть те, кто из года в год буквально делится своей кровью ради спасения совсем незнакомых людей. Нету такого, что я прям там обалденно, вот я сдала кровь, я там прям такая крутая стала. Я изначально начала кровь, потом перешла на плазму, ну а теперь все, что требуется. Ну это и приятно, что я донор, и приятно тому, что я кому-то помогаю. Волонтерство многогранно. Еще одна его сторона – помощь домашним питомцам, брошенным на произвол судьбы. Благодаря человеческому неравнодушию больше 20 лет назад появился приют «Ласка». Чем мой сладкий? Чем мой сладкий? Чем мой сладкий? И организация для помощи диким животным «Ноев ковчег». Ежедневно в руках ветеринаров жизни и улиток, и хищных обитателей леса, и подстреленных пернатых. Сейчас делается операция по поводу удаления пульки от пневматики. Вот она, вот она пулька, достали ее. То есть, это вот как раз тот случай, когда стреляют просто всех подряд. Сейчас все это обработается, ушьется, пациент выйдет с наркоза, и дальше будут получать лечение. Все люди уникальны, конечно же, в своей сфере. Больше всего мне запомнился герой Игорь Икуба. Это больничный клоун, как он сам себя называет, как другие его называют. Он ездит в детские дома, и он ездит в больницы к больным деткам. И показывает им какие-то свои конкурсы, фокусы. В общем, он их развлекает. Вот, глаза где они? Вот, вот. Ну, сейчас Кузя вам песню споет. Похлопайте, песню споет. Человек, вот, он живет, он просто, я даже не знаю, для чего он живет, честно говоря. А у меня как бы сюда хотелось что-то сделать такое интересное, кому-то прийти, что-то помочь, поговорить с человеком. Езжу к детям, вот, к бабушкам, ко всем, короче, езжу, к инвалидам. Вот, и что-то для них делаю. Ну, хоть что могу сделать, могу в магазин сходить, могу что-то покушать принести. Другие – это истории о маленьких, но значимых подвигах десяти местных волонтеров. Но мы уверены, таких невидимых героев, творящих добро, гораздо больше. Благодаря им еще сохраняется вера в хорошее, светлое и остается надежда на чудо. Анна Рашегиров, Алексей Фризин, День с толком.